Экипаж новой экспедиции прибыл на Байконур. У Юрия Маленченко, Санита Уильямс и Акихика Хашиды последний этап на пути в космос. Сегодня мы проводим первую плановую тренировку. Планы вам известны. Корабль полностью готов. Маленченко, Уильямс и Хашиды уже были здесь в декабре прошлого года. Еще как дублеры основного экипажа корабля «Союз ТМА-03М». Сегодня же их звездный час. Космонавты надевают личные полетные скафандры. После проверки соколов на герметичность экипаж знакомится со своим кораблем. На космодроме это называется примеркой. Только теперь это не тренажер, на котором космонавты тренировались в «Звездном», а настоящий пилотируемый «Союз». Сейчас мы знаем друг друга как семья. Все действия космонавтов расписаны. Проверка укладок, тестирование средств навигации и связи, потом полная имитация старта. Программа подготовки очень точная, выверенная. И она из года в год продолжается. И здесь как бы продуман каждая минута, каждый шаг. На Байконуре температура под 40. Но жара не вносит изменений в подготовку. Юрий Маленченко вспоминает, что его первый старт тоже был в июле. Сейчас за плечами Юрия 4 старта и 4 выхода в открытый космос. На лед почти полтора года. Программа пятого полета тоже станет насыщенной. У нас много экспериментов, около 40 экспериментов, если говорить о научной программе. Экспедиция будет работать на МКС 124 дня. Космонавты расстанутся не только с земным притяжением, но и со многими дорогими сердцевищами. Моя собака, конечно. Это потому что он как земля. Это я скучаю. Ветер, свежий воздух берега на море. Это будет 115-й запуск корабля серии «Союз». В середине июля экипаж 05-го встретится на орбите с Геннадием Падалкой, Сергеем Ревиным и Джозефом Акабой. А в сентябре Санита Уильямс станет командиром Международной космической станции. К своему дню рождения.